Здравствуйте! Информационная программа «Новости 24» продолжит эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. О том, что ждает сегодня в выпуске вас, прямо сейчас. Недовес порций и антигигиена. Дагестанские школы оштрафованы на 4 миллиона рублей. 50 миллиардов на обход Дзербента. Владимир Васильев предположил, сколько будет стоить объездная дорога самого древнего города России. Быстро, легко, комфортно. Мобильные бригады заработали в селах Дагестана. Теперь пожилые люди могут добраться до медпункта без каких-либо преград. Три двухэтажных дома полностью сгорели в селении Кикуни Гиргебельского района. Здания располагались рядом друг с другом. Сгорание произошло накануне ночью. Причина, по предварительным данным, электрическое замыкание. Пожарные потушили огонь только утром. Им в этом помогли местные жители, около 100 человек. В результате пожара пострадавших нет. Школы Дагестана оштрафованы на 4 миллиона рублей. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в работе школьных пищеблоков республики. За 9 месяцев этого года было проверено 643 столовых. Исследована 231 проба готовых блюд, из которых 3, это 1%, не отвечали гигиеническим требованиям. При этом в 370 столовых используют сырье, не отвечающее санитарным нормам. Есть нарушения и в соблюдении веса порций готовых блюд. Таким образом, надзорным ведомствам вынесены около полутора тысяч постановлений и штрафы на сумму до 4 миллионов рублей. Бензин в Дагестане не прошел проверку на качество. Доля суррогатного топлива в республике превышает 20%. Об этом сообщает Росстандарт. Наибольшие проблемы с качеством бензина наблюдаются во Владимирской области. Там доля суррогата может доходить до 70%. Напомним, что в настоящее время в республике проходит кампания по обелению работы АЗС, которая, по заявлениям властей, уже начинает давать результаты. Дорога в обход Дзербента будет стоить до 50 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Дагестана Владимир Васильев, журналистом на съезде партии «Единая Россия» в Москве. По его словам, дорога протяженностью 32 километра может обойтись бюджету как минимум в эту сумму. Кроме этого, на 19-м съезде обсуждали изменения партии, предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму. Глава региона отметил, что состав «Единой России» сегодня – это молодые, амбициозные и перспективные люди. Это такой период после выборов, когда партия, я об этом сегодня говорил, содержала победу, заручилась доверием общества. И при этом мы вот сейчас видим, как много проблем. Как много проблем, и их необходимо решать так, на что постоянно обращает внимание президент. Чтобы это звучало не по отчету, а по ощущению людей. Политическая партия «Единая Россия» сегодня, и мы это увидели на съезде, включила в свои ряды значительную часть и руководителей, и специалистов, экспертов. Сегодня об этом много говорили. В Дагестане увеличат мроты и зарплату бюджетникам. Об этом сообщает правительство региона. Так, с 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы должен составить 12 130 рублей. Это на 850 рублей больше текущей суммы. Все, как было отмечено, по майским указам президента. Если растет экономика, растут заработные платы. Значит, соразмерно должны расти зарплаты всем указным категориям работников. Это врачи, учителя, воспитатели и так далее. Мобильные бригады заработали в селах Дагестана. Они позволяют жителям старше 65 лет добраться до районных и городских больниц в комфортных условиях и в краткие сроки. Специальный транспорт выделен в рамках нацпроекта «Демография», направленного на повышение качества жизни пожилых людей. Первыми услугами мобильной бригады воспользовались жители села Новакайкент. Патимат Ханапова расскажет подробности. Более 30 единиц автотранспорта. Приобретены эти модели на средства из федерального бюджета. Это принципиально новый подход в работе не только с пожилыми людьми, но и с маломобильными гражданами. Ведь машины оснащены специальным подъемным механизмом. Пенсионерка Лидия Маликова из села Новакайкент одна из первых воспользовалась новой услугой. Я говорю, хорошо, сын меня привезет. Не надо, мы приедем домой. Думаю, боже мой, такого сроду еще не было у нас в Кайкенте. Такое условие, такое внимание, все. В 10 часов позвонила, сейчас мы подъедем. Я уже в 10 готова, быстрее выхожу, нервничаю, не приеду. И машину эту не увижу, ничего. Приехали, спасибо большое. Привезли очень удобная вещь и очень как раз актуальная она эта машина. В рамках пилотного выезда мобильной бригады пять нуждающихся Кайкентского района прошли первичный осмотр специалистов. Сдали анализы, сделали маммографию, кардиограмму, флюорографию. Далее по результатам проведенного обследования врачам будет назначено и проведено соответствующее лечение. Сегодня очень удобно нам, нашим самым медицинским работникам здравоохранения для района и для республики, что выделено огромное количество транспорта через Министерство социального развития и труда. А сегодня как раз таки обслуживание этого населения очень важное само. Сегодня идет диспансеризация больных старшего поколения. Уделяется внимание старшему поколению по нашему проекту, по другим проектам. Мы сегодня насколько самопроводим и профилактические осмотры, медицинские осмотры, обследования и лечения этих больных. Сегодня один из тех примеров, которым мы сегодня можем гордиться. У нас в районе есть такой транспорт. Мобильные бригады в районах будут работать по расписанию. Посмотреть его можно в комплексных центрах соцобслуживания по месту жительства. Программой предусмотрено, что мы, создав комиссию, будем забирать этих наших подопечных из дому, привозить в медицинские учреждения. После их обследования, соответственно, будем довозить их обратно домой. Отметим, что в этом году центры соцобслуживания в республике будут на 70% обеспечены специальным транспортом. А улучшение качества оказываемых услуг, отмечают эксперты, увеличит продолжительность жизни дагестанцев. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Каякенский район. Дагестанская сборная завоевала пять медалей на национальном чемпионате Абилимпикс в Москве. В соревнованиях профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями приняли участие более тысячи человек со всей России. Сборная Дагестана была представлена девятью участниками. Наши ребята вернулись домой, выиграв две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Первые места дагестанцы заняли в компетенциях переводчик и веб-дизайн. Таким образом, нашей сборной удалось показать лучший результат за все время выступления на всероссийском уровне. Хрустальная шкатулка под таким названием прошел вечер для женщин, организованный Центром Гедояд. Мероприятие проведено в честь благословенного месяца Рабиуль-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад. Мир ему и благословение. Алина Багилова расскажет подробнее. Вечер традиционно начался с чтения Корана. Красивой нашид исполнила Анисат Абдулатиповна, заслуженная артистка Дагестана, в прошлом актриса Лакского театра, а теперь студентка женского центра Гедояд. Нежный запах твоей любви Праздник прошел в теплой и душевной атмосфере. Ученицы центра не только спели анашиды, но еще и сыграли в поучительной сценке, посвященной жизни пророка Мир ему и его отношению к женщине, показав в сути красоту религии и милосердия. Мероприятие запомнилось многим участницам. Зрители смогли не только посмотреть, но и поучаствовать в розыгрышах, ответить на вопросы и получить призы. Во всяком случае, без эмоций никто не ушел. Очень понравилось мероприятие, очень благодарна, кто ее сделал. Очень много людей, я первый раз на таком мероприятии. В дальнейшем тоже, иншаллах, буду участвовать в этот такой осадок. Я весь вечер плакала, больше слов нет у меня. Это очень нужно и очень важно нашим женщинам. Мне очень понравилось то, что наши девочки, я там училась, и очень довольна, очень красиво они сделали. Айшат Магомедовна, тоже большое спасибо, что вот так вот для наших женщин создали вот такую вот красивую стену. И благодарна Всевышнему, что нас собрали вот так. Это наше такое первое грандиозное мероприятие. Решили его провести именно в этот месяц, восхаляя пророка нашего, алей саляту асаля. Всем хотели показать, что мы делаем, чем занимается хидая. Не только изучаем религиозные знания, но у нас есть и дополнительные занятия, которые мы сегодня и продемонстрировали. Наша цель сегодня была сплоченность, дружба, проявление любви к друг другу. Также показать нашу любовь к нашему любимцу, пророку алей саляту асаляту асаляту асаляту. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Три медали высшей пробы завоевали дагестанские спортсменки на Кубке России по вольной борьбе. Турнир накануне завершился в Чебоксарах. В столице Чувашии все свои схватки выиграли Виктория Ваулина, Хадежат Муртезалиева и лидер женской сборной Милана Дадашева. Последняя выходила на ковер после перерыва из-за травмы. В следующем сезоне Махачкалинка будет полностью готова к борьбе за путевку на Олимпиаду. Помимо трех золотых наград в активе дагестанской команды, есть еще три серебра и одна бронза, что помогло нашей дружине финишировать на первом месте в общем зачете. Среди слабовидящих и тотально незрячих мужчин Махачкале прошел турнир по шашкам. Он проходил в честь месячника «Белой трости». Участвовали 20 человек, самому младшему 13 лет. Играли на ощупь на специальных досках. По итогам соревнований первое заслуженное место занял Магомед Рассу Шангиреев. Победители и призеры получили грамоты и денежные вознаграждения. Отметим, в столице проживают около 700 инвалидов по зрению. Они активно участвуют во всех мероприятиях, которые организовывают сотрудники местного общества слепых. Это были все новости. К этому часу еще больше информации вы можете отслеживать на наших социальных сетях. С вами была Хадиша Курбанова. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok